Не знаете, что делать с горами снега в своих дворах и пишите об этом в социальных сетях? Берите пример жителя Подмосковья, который приехал в Балаково на несколько дней и решил эту проблему. Благодаря ему во дворе дома номер 27 по улице Саратовское шоссе появился музей истории под открытым небом и главный экспонат – танк Т-34. Сходил на танк Т-34 в кино и посмотрел, что эта глыба, если ее чуть-чуть обровнять, то она превратится в танк. И все. Поэтому он появился. Сначала Илья решил придать куче снега форму. Затем в течение четырех дней ему пришлось держать оборону от атакующих детей, потому что они на тот момент не видели в снежной горе ничего необычного и просто пытались на нее забраться и разрушить. Но когда начала вырисовываться форма танка, дети перешли на сторону Ильи и начали помогать ему. Они начали строить. Я к ним потом после кино, когда сходил с классом, подошел. Они здесь уже из снега все сделали. Я к ним подошел. Мы всякие мосты вон там строили, чтобы пролазить. Вот здесь вот еще внутрь можно залезть в танк. После того, как готовый танк полили водой и покрасили, он два дня набирал прочность. Сейчас уже танк достаточно укрепленный. Порядка 40 ведер воды вылито было. Бабушка, конечно, на нас за это, наверное, расстроится. Но плюс помогли. Типа ушко там два ведра в день давали. И жители двора заметили, что несмотря на морозы, снежный танк стал объектом притяжения для детей со всей округи. В каждом дворе призываем делать такие усилия. Минус 20 с утра было, здесь народ гулял, как будто плюс два. Все знакомятся, поэтому... Когда здесь были траншеи целиком, здесь человек 20 бегал, сражались в догонялки, в какие-то незамерзайки играли. Мы играем в догонялки, в зомби играем. Прячемся. Вокруг танка и снежных завалов построили окопы. И теперь у детей это любимое место для игр. И это начинание гостей из Подмосковья получило продолжение. Неподалеку от снежного музея появилась горка, которую соорудил житель двора. Да и сами ребята уже думают, что еще можно построить. Как раз здесь угроба. Есть лопата. Есть руки. Сегодня активные гости Балакова отправились домой. Но они показали хороший пример, как без лишних слов привести двор в порядок и организовать прекрасную зону для игр. Так что включайте фантазию и берите лопаты. Глядишь, в каждом дворе появятся необычные фигуры вместо снежных куч. Спасибо. Спасибо.